Гигантский муравьед В зарослях тропического леса мерными шагами двигалось крупное животное. Гигантский муравьед Моё туловище покрытое серой шерстью длиной 1 метр и 20 сантиметров, а пушистый хвост 80 сантиметров. Когда стою на четырёх лапах, мой рост сантиметров шестьдесят. Ты разве и на двух лапах умеешь стоять? Конечно, на задних лапах и хвосте. Сколько же ты весишь? Примерно тридцать килограммов. Голова у тебя очень длинная и узкая, а нос совсем необычный. Таких, пожалуй, ни у кого нет. Да, он у меня длинный, около шестидесяти сантиметров, а кончик носа всего два сантиметра шириной. Твой нос похож на длинную узкую трубку или на хобот? Верно. Рядом с носом у меня расположен рот, а во рту тонкий и длинный, около полуметра, язык. Творец дал мне его для того, чтобы я мог добывать себе пропитание. И как ты это делаешь? Засовываю язык в муравейник и достаю себе вкусных муравьёв. Оттого меня и назвали муравьедом. Муравьеды живут только в Южной Америке? Нет, и в Северной тоже. Мы обитаем в тропических лесах и кустарниковых саваннах от Мексики до Уругвая. Я немного похож на шотландскую овчарку. Только нос у тебя намного длиннее, а уши меньше. Да, глаза и уши у меня очень маленькие. Ты хорошо видишь и слышишь? Нет, не очень. Зато у меня сильно развит нюх. Учёные считают, что муравьед различает запахи в сорок раз лучше, чем человек. Используя смесь камфорного и эвкалиптового масел, учёные провели эксперимент и узнали, что человек может почувствовать запах камфоры, когда она составляет всего один процент в смеси с эвкалиптом. Муравьед же чувствует запах камфорного масла, когда оно составляет в этой смеси всего лишь одну сороковую часть процента. Потому мы ходим всегда с опущенным до земли носом. Мы вынюхиваем муравейники. Как интересно! Ещё у тебя передние лапы совсем не такие, как задние. Поэтому походка какая-то смешная. Ты напоминаешь игручную лошадь-качалку, когда идёшь? Я знаю, что выгляжу очень неуклюжим. Зато я хорошо плаваю. Почему же ты не ходишь на ступняв, как все звери? Отпадровачиваешь передние лапы и наступаешь на тыльную сторону. Берегу когти. Я стараюсь хранить их острыми, чтобы защищаться от врагов. Пумы и ягуара. Неужели ты можешь защищаться от этих кишников? Конечно! У меня нет зубов. Но творец дал мне очень сильные передние лапы и длинные острые когти, которых боятся пумы и ягуары. Не представляю. Как ты можешь бороться с ягуаром? При встрече с ним я становлюсь свирепым муравьедом. Эта громадная кошка знает, что ей не поздоровится, если я обхвачу её своими сильными лапами с длинными когтями. А в термитики и муравейники ты проникаешь тоже с помощью когтей? Да, и для этого я берегу их, чтобы не затупились. Сколько же термитов ты съедаешь, когда раскопаешь их дом? Немного. Муравьеды никогда не съедают всех муравьёв или термитов. Насекомых надо оставлять, чтобы они могли снова построить себе дом и размножаться. Если они не будут этого делать, мы в конце концов останемся без пищи. Это вас творец так научил. Учёные говорят, чтобы помогать поддерживать разновесие в природе. Да, не даём сильно размножаться муравьям и термитов, которые портят древесину. Ты говорил, что достаёшь муравьёв своим длинным языком? Он у меня очень сильный, и я могу высовывать его с молниеносной скоростью. Правда, что твой язык очень липкий, и муравьи к нему прилипают? Не совсем. Хотя слюна у меня очень клейкая, язык всё же не такой липкий, как липучка для мух. Как же тебе удаётся ловить муравьёв? Язык у меня не только длинный, но и шершавый. На нём много колючих бугорков. С их помощью я и ловлю муравьёв. А для чего тебе такой большой и пушистый хвост? Когда я подхожу к большому термитнику, мне приходится вставать на задние лапы, чтобы достать до термитов. Тогда я и опираюсь на свой хвост. А когда ложусь спать, то прикрываю хвостом голову. Он такой пушистый, что у меня получается почти полностью им накрыться. Интересно. Скажи ещё, для чего у тебя по бокам такие длинные и широкие чёрные полосы? Это для красоты? Не только. У наших детёнышей тоже такая шубка. Они до трёх месяцев находятся у матери на спине. Когда малыш сидит у матери на спине, его чёрные полоски сливаются с её полосками. И кажется, что это один муравьед. Как здорово! Эта маскировка продумана нашим создателем. В тропиках очень жарко. Как ты чувствуешь себя в такой тёплой шубе? Я ем мало, и мой организм почти не выделяет тепла. Поэтому толстая шуба мне не мешает. И в этом Бог о тебе позаботился. Большое спасибо, гигантский муравьед, за интересный рассказ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok